Вы не знаете, что приготовить вам на ужин, чем удивить свою семью? Так вам нужен прямо сейчас этот рецепт! Закрытый, сытный и очень вкусный пирог! Прямо сейчас мы его приготовим! А я рада вас приветствовать на канале Райвика! Погнали! Берем два куриных яйца, одно яйцо полностью отправляем в чашу, а со второго яйца мы возьмем только белок, а желток поставим в другую штучку, он нам понадобится для финальной части. Добавим пол чайной ложки соли, нальем 150 миллилитров сливочного масла растопленного, венчиком перемешаем, чтобы яйцо соединилось с маслом, налью сюда 120 миллилитров теплой воды, перемешаю и просею сюда 430 грамм муки. И наша задача нужно замесить тесто. Берем ручки и начинаем играться. Я еще не всю муку просеяла, вначале чуть-чуть соединю, и потом допросею остальную и сделаем тесточка. Муки может понадобиться на грамм 20-30 больше, у нас должно получиться вот такое эластичное мягкое тесто. Возьмем теперь пищевую пленку, накроем тесто, пускай оно отдохнет, крахмал тут расслоится в тесте. А мы за это время, пока тесто отдыхает, мы, конечно же, не отдыхаем, мы делаем начинку, так что не расслабляемся, погнали дальше. Нам понадобится мяско, я беру вот это куриное мясо, которое без косточки, оно вкусненькое, тут даже жирок есть. И нужно мясо нарезать на кубики, прям с жирком, пускай томится потом. Мясо жирное, а мы будем стройные. Как же мы будем стройные, если мясо жирное? А потому что для того, чтобы мы были стройные, нужно есть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Если мы будем не есть жиры, то мы будем не сухими, а будем такими некрасивыми. Поэтому надо есть, все. Да, Лулоша? Да, Лулоша сидит что-то. А что ты тут сидишь? Что там есть? Что есть? Марсик есть? А вон и Марс активизировался. Эй, 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 не надо. Не трогай его, не трогай. А он ее засыпает. О, держит ее за ноги задние, ты посмотри. Марс? Угу. Сам цепляет и потом еще... Сам цепляется, орет, она вообще его не трогает. Мясо где-то возьмем около полкилограмма. Шкурку уберу, шкурку не буду. А жирочек буду. Буалона ты. Ну да, а шо? Мясо порезали, теперь мы его подсолим по своему вкусу. Естественно, куда же без черного перца. Добавлю немножечко паприки, капельку растительного масла и перемешаю. Возьмем теперь 2-3 лука небольших и порежем их такими полукольцами. Берем еще жменечку шампиньончиков и их тоже нарежем на полукольца. С нарезкой справились. Ну а теперь возвращаемся к нашему тесту. Оно-то отдохнуло, мы, правда, немножечко замурылись, но нормально. Зато тесто стало таким эластичным, мягким. Прям приятно работать. Тесто тянется, да. Да, тут этот крахмал уже закрахмалился, и тесто стало перфектным. Поделю тесто на 2 части, одну чуть-чуть меньше, чем вторую. Возьму большую часть, эту пока в сторону. Разминать надо? Не, я сделаю шарик, чтобы его раскатать. Можно чуть-чуть припудрить эту поверхность стола мукой. Сейчас найду муку. Знаешь, какой шарик красивый? А то, давай прям по центру поставим. И раскатываем в кружочек толщиной в 3-4 миллиметра, не сантиметра. Так, берем теперь тесто, заматываем его и переносим на противень, застеленный пергаментной бумагой. На пиццу похоже. Да, на пиццу бы. Да нет, не сейчас. Не сейчас. Отсюда я возьму буквально манюсенький кусочек в сторону. И этот тоже теперь раскатаю в круг, но диаметром чуть меньше того. Пускай он будет уже раскатанный, а потом уже будем закатывать. Кстати, можно включить уже прямо сейчас духовку на 180 градусов. Чтоб она разогревалась. Тесто хорошее и можно не припудривать, видишь? Ну да, не видно. Оно такое на масле. А если у кого-то нет такой силиконовой подложки, что делать? Ну на столе, они же где-то до этого раскатывали. Могут к нам прийти, конечно, раскатать губу. Не, ну ладно, таки быть, раз можно. У меня даже такая штука есть, силиконовая. У тебя? Да, я же спрашиваю тебя, какой размер. Ты что, купила? Да, ладно, потом расскажу. Нашла на мусорке? Подобрала? Нет, нашла в хорошем месте новую. О! Ну вот, что я тебе и спрашиваю. Я смотрю, что твою надо заменить. Я же на вводящий вопрос тебе задам. Тебе сюрприз делать невозможно. Я сейчас спрашиваю, когда тесто будет? Только не сегодня. Когда будет тесто? Ну вот же тесто. А что сегодня? Сегодня я не готова. Ну ладно. Так ты уже купила или собираешься? Я уже купила одну, просто я сказала, думаю, куплю себе. Если классная, я тебе куплю. Ага, и что? И что? Идеально. Идеально. Я купила синабоны на ней. Ага, хорошо. Я вижу, твоя уже такая. Уставшая. Да. Ну что, давайте собирать уже пирог. Первый пласт мы выложили. Берем мясо, выкладываем вот так по поверхности, но не до конца, видите? Далее распределяем лучок сверху мясо и сверху лука распределяем грибочки. Я грибочки прям сверху вот тут их чуть-чуть подсолю и поперчу. Берем второй пласт, накрываем. И наша задача теперь защипать края. Это я поднимаю и щипаю где-то вот тут. Нижний пласт поднимаю? Да, нижний поднимаю. Еще било красиво, да. Это пицца кольцо, знаешь, есть такая. Это не пицца, это пирог закрытый. А-а-а. Знаешь, такое. Можно просто форму на 24 делай, да, а можно вот так. Если формы нету, по желанию можно вот так позащипывать, типа, а-ля, делаем красивую штуку. А, нахлёстик так делаю? Да, я такой нахлёстик делаю, да. Чтоб мне плести косичку Тимошенко, можно такой нахлёстик. Посередине сделаю дырочку. Пупок его делаю? Пупок. Да, чтобы пар отсюда выходил, когда оно будет паровать. Делаю такую небольшую дырочку. А чё мы в горшочках такую дырочку не делаем? Ну, там другое чуть-чуть, это другое, да. Там другое тесто. Какой красивый получился. Как каравай прям. Да. С пупком. С пупком, да. Выкатываем из лав яйцом. Сейчас что-то накатаю туда сверху, придумаю. Накатаю, главное не. Что-то другое. Какой-то листик сейчас, когда получится. Хорошо, я покрымлю. Так я ещё сама не знаю, когда получится. А вдруг не получится листик. Отключаемся на рекламу. Вот так листик сюда поставлю, но так, чтобы дырочку не закрывать. Я такую дубовую видела в лесу. Да? Ну, хорошо. Сейчас покажу вам. У нас оставался желток. Им вскроем полностью пирожок. Отправляю в разогретую духовку 170 градусов, где-то на 50-60 минут. Пока не испечётся. Испёкся наш чудо-пирог. Мы его накрываем полотенечком. Он должен постоять минут 10-15, а потом уже можно резать и дегустировать. Ну что, эту красоту, конечно, жалко резать, но надо уже кушать. И берём ножичком и нарезаем. Режется легко. Ох, сколько тут сока. Надо, конечно, чтобы он чуть-чуть дольше постоял. Ну, какой там дольше постоял, да? Это ж не про нас. Сейчас ещё тут порежу. Ох, сколько сока. Дырочку нужно было большую сделать, чтобы выпаривался. Шикарно. Ох, опа. Первый готов. Грибочки пустили сок, мяско тоже. Дымит так всё. Ох, хорошо. Грибочки. Ну что, самое время для дегустации. Берём вилочки, ложечки. Водочку не наливаем. Слюнявщик, у кого же ничего нету. Сметаночку обязательно. Я люблю сметану, я не знаю, как вы. И сюда можно ещё картошку. Но по желанию. Что-то я всё разломала, глядя. А я красиво сделала. Не, возьми вилку просто, одну руку. Вы же как вкусно. Волка тут с ума входит. Это просто. Я так люблю вот этот корм запрещенный. Он очень вкусный. Я в Одессе была в одном кафе. Почему возникла идея вообще приготовить этот закрытый пирог. И там вот такой кусочек стоил 140 гривен. Это 7 лево, 4 евро. 4 евро, это сколько? 4 евро. 4 евро, это 8 лево. Это, грубо говоря, килограмм мяса. А тут у нас где-то полкилограмма мяса. Но это один маленький кусочек. То есть на эти деньги можно приготовить весь вот такой пирог, а не один маленький кусочек. Это очень вкусно, легко готовится. То есть у вас уже есть хлеб, все. Два в одном. Картохой было бы еще супер. Ну, сильно жирно. Сильно сытно было бы. Да, да. Тут как раз полезное питание. Очень полезное. Полезнее не придумать. Кто жирок с курицы сюда кидал? Но зато как вкусно. Ммм, пропиталось так. Ммм. Без жирка было бы сильно суховатое. А так прям... Ммм. Что-то я видела, что не голодное. Не голодное? Я что-то ковыряюсь, ковыряюсь. Никак ложку с вилкой не... Я очень давно кушала последний раз. И прям очень голодное. И тесто такое очень вкусное. Тесто такое песочное. Масло ж было. Да, масло сливочное. Не надо никаких там разрыхлителей, дрожжей. Прямо головокружительно. Ой, очень... Отличный ужин для семьи. Или для... Начинку можно самим, да? Ну, конечно, да. Можно сюда, я же говорю, там, хотите картошку, хотите сыр. Ну, это все утяжелит. Мне вот эта начинка прям в самый раз. Уже на любителя. Я где-то полкилограмма, да, курицы поставила? Классно, да. Идеально. Блин, вот это... Ради этого стоит жить. Жизнь прекрасна. Самая быстрая удовольствия. Угу. Через еду, да? Угу. Поэтому хотите получать удовольствие, готовьте с каналом Райвика. Все элементарно и просто. Да, именно... Надо еще сделать, чтобы было вкусно. Ну да. Ну что? А вкусно может только быть на канале Райвика. Угу. Поэтому, если вы гость нашего канала, вам нужно обязательно нажать красную кнопку подписаться. А если вы наш постоянный зритель, ставьте нам лайки, пишите комментарии и делайте репосты где-нибудь в наших видео. Где-нибудь, да? Угу. Одноклассники, Контакт, Фейсбук. Мы вам будем очень-очень... Бабка на лавке, да? Да. Мы вам будем очень благодарны. За вашу поддержку. И те, кто увидят этот рецепт, вам также будут благодарны. Потому что им будет вкусно, хорошо. Ни один мужик вас не бросит. Женщин, да? Мужики, путь к мужчинам лежит через желудок. Хотите кого-то завоевать и восстановить свои отношения? Приготовьте вкусный ужин. И все. И все. Любовь до гроба. Гарантированно. Любовь и голуби. Я просто тем еще один кусок. Да. Ты можешь... Я сейчас сегодня вообще не резать не могу, не... Не ковырять. Можно... А я не голодна. Да руками грызи. Че ты? Я так не спеша. Че? Я наслаждаюсь прям. Я на втором кусочке буду наслаждаться сейчас. Сейчас просто... Я тоже наслаждаюсь, но быстро. Я так. Вообще нужно медленно, конечно, кушать. Говорю вам, будьте с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И готовьте. Это очень вкусно. До новых встреч, друзья. Мирного неба нам всем над головой. Пока-пока.